С днем рожденья! Уф! Ай, с таким видом я еще шампанское не пил, а ты чай. Я реально рассказываю, смотрите, у меня мурашки по телу, насколько это действительно крутое место для отдыха Аурум. Добрый день, дорогие друзья, приветствуем вас из солнечной Анапы. Сзади меня находится Аурум, четыре звезды, это Благовеченская станица, а здесь лучшее море. Я сюда очень часто сам приезжаю из Анапы на пляж, чтобы покупаться на этих шикарных песчаных пляжах. Отель находится на первой линии и очень новый, со своей инфраструктурой полностью, из которой вам не надо будет никуда уходить, чтобы приехать на отдых и наслаждаться только морем и вашим досугом. Дорогие мои друзья, пойдемте посмотрим сам отель. Вы когда приезжаете, вас на парковке встречает парковщик, рассказывает вам об условиях парковки и приходит консье, чтобы загрузить ваши вещи. В общем, мы сейчас с вами как раз наблюдаем этот самый процесс. Сейчас ребят загрузят и проводят на ресепшн, а мы с вами пойдем на территорию. Так как у меня один рюкзачок, то мне как бы помощь особая и не нужна. Здесь, друзья мои, можете увидеть уже по фасаду большое количество разнообразных зон отдыха. Здесь влево и вправо можно попадать на территорию. Оформление отеля просто вау. Мы когда попали на ресепшн, смотрим, какая здесь красота, дорогие друзья. Есть место, где посидеть. Сразу подключились к Wi-Fi. С правой стороны путешествие по главному корпусу осуществляется благодаря лифтам. Обходим по кругу. Здесь уже далее у нас проход на территорию осуществляется по браслетам. Браслеты у нас уже выдали. И сзади есть еще одна. Такая тоже очень уютная, классная зона отдыха. То есть тут в таком формате выполнен весь ресепшн. С правой стороны имеется магазинчик, в котором можно купить самые нужные вещи, так как тут для других магазинов придется пройти подальше. Ну или вы, если находитесь на машине, то к ним проехать. В общем, такая красота, друзья. Место здесь прелестное и привлекательное. Ну а для инстаграмщиц тут даже предусмотрено вот такое зеркало. Эй, приезжай в Аурум Отель. Как происходит бронирование? Вы сейчас можете увидеть на примере этой семьи. Мы уже этот процесс прошли. Приносите свои документы, вам выдают приветственное шампанское и заполняете пару строчек при помощи ребят. Вы, если имеете много одежды или вещей из своих техник, отправляетесь уже к номеру. То есть везде вас сопровождают консьержи. На втором этаже основного корпуса имеется игровая зона. Вы можете увидеть, сколько детей сейчас в жару здесь пришли поиграть. Бесплатные аттракциончики. Это вот этот футбол. Есть бильярды. Также с левой стороны находится настольный теннис. Очень много вот таких вот аттракциончиков, которые идут по 50 рублей. То есть ребенок берет жетон за 50 рублей и получает одну игру. Папа или папа. Как бы тут без разницы, кто где будет играть. В общем, выбор развлечений здесь довольно-таки большой. От аэрохоккея до разнообразных компьютерных игр. Также имеется детская игровая комната, которая работает с 9 до 22 часов. В которой можете прийти со своими детками. Здесь большое количество разнообразных игрушек. Можно порисовать. С детками работает профессиональный воспитатель аниматора. А также, ну, те сеансы и игры разнообразные в мафии. Ребенка здесь можно оставить до 4 лет только под присмотром родителей. С 4 лет здесь работает профессиональный воспитатель. А также с детками с вашими занимаются аниматорами. Приветствуем вас, дорогие друзья. Мы команда анимации отеля Aurum. И мы стараемся всегда только для вас. У нас в программе ежедневно различные интерактивы для всех абсолютно возрастов. У нас будет интересно, как детям 4+, 6+, 9+, 12+, и, конечно же, взрослым. А также мы всегда стараемся вас удивлять. И каждый день готовим вам что-то новенькое. И очень-очень часто у нас выступают настоящие профессиональные артисты. Дорогие друзья, мы всегда рады видеть вас в отеле Aurum. В отеле имеется свой медпункт. Если вдруг вам стало плохо, то вы можете обратиться к врачу. Здравствуйте. Здесь есть все необходимое для того, чтобы вам оказать первую медицинскую помощь. Отель Aurum работает круглогодично. Для этого из основного корпуса устроены крытые переходы. Они теплые. То есть вы из самого отеля можете в своих халатах проходить уже дальше. Здесь у нас на первый этаж спуск на ресторан светской линии. Вы можете пойти поесть. С правой стороны находится зона перекусов. Тут игровая комната. Ну а далее по этому переходу мы попадаем в спа-центр. То есть абсолютно не надо контактировать с окружающей средой. Вот по такому красивому укрытому коридору мы попадаем уже в сам спа-центр. Друзья, сейчас такой зашел, тут такой и вау-эффект. Как здесь красиво выглядит все. Здравствуйте. Добрый день. Мы приветствуем вас в нашем спа-центре. Одно из красивейших мест, которое мне понравилось больше всего, это тренажерный зал. Сюда гости приходят сами и занимаются. Тренажеры предустаточные. Есть беговые дорожки, там где вам размяться, шары. И здесь все это с прекрасным видом на аквапарк, бассейны. Но самое главное, вы можете наблюдать море. Что может быть круче с утра пробежаться с таким шикарным видом на беговой дорожке? Я бы каждое утро сюда приходил. Ну или поработать с гантелями, или на виллотренажере. Причем можете в зеркалах контролировать свою красоту. Отсюда мы спускаемся еще на первый этаж в аквальный комплекс. Здесь в аквальный комплекс вы можете попасть также с бассейнов. И пойдемте с вами смотреть на сам спа-центр. Здесь у нас вход через раздевалки. Справа женская, слева мужская. Заходим. Тут есть возможность раздеться. Далее у нас идут душевые зоны. И выход в сам спа-комплекс. Очень красивые такие спокойные тона, друзья. Здесь имеется джакузи. Такой вот закрытый бассейн с шизонгами вокруг него. Бассейны все здесь подогревом, дополнительной подсветкой. Имеется фито-чаи. Чай каркаде, зеленый с мятой, чай черный с чабрецом. Ведь далее мы с вами пойдем смотреть, друзья, уже баньки. А после баньки нет ничего лучше, чем выйти и выпить чай. Теперь по банному комплексу. Здесь у нас инфракрасная сауна. Очень полезная. Ой, как же здесь приятно и жарко. Фонари сделаны солевыми вставками. Я больше всего очень люблю хамам. Здесь много пара. Очень красивое остекление. Ох, я сюда приду. Чуть-чуть попозже. И финская сауна. Здравствуйте. Здесь только тоже много места. Но после бани сауны нет ничего лучше, чем выйти. И экстрим ведро на себя. Ух, красота. Также, друзья, в спа-комплексе помимо бесплатных хамама сауны, горячих бассейнов, есть возможность получить спа-процедуру за отдельную плату, которая не входит. Ультра все включено. Здесь у нас находится кабинет водных процедур, гидромассажная ванна и подводный душ-массаж. Также кабинеты, где мы оказываем уходовые процедуры по телу, по лицу, пилинги, обертывания, массажи, фитобочка, прессотерапия. У нас огромный выбор процедур, с которыми вы можете ознакомиться на сайте нашего отеля. Выбор действительно прям большой, ребята. Тут обо всем рассказать будет очень тяжело. Заходите, читайте, пользуйтесь судами. Пока девочки готовили кабинеты, в которые можно было зайти, я немножечко размялся. Прямо красота. Оксана отдыхается. Тоже с чаечком. Ну а теперь, друзья, я вам хочу рассказать об аквакомплексе. Вы прямо отсюда можете выйти к подогреваемым бассейнам и большому количеству развлечений. Аквакомплекс здесь довольно-таки большой. Можете увидеть, что вокруг всего бассейна стоят у нас лежаки. Это взрослая часть. Здесь у нас есть аттракционы как для детей. Вот такой вот городок, в котором они с удовольствием побегают. Мне больше нравится, что в отеле столько много детей отдыхает, но они все на море, либо там в столовой, либо в каких-то занятиях. Здесь на бассейнах мы можем с вами, как знаете, элитные места остывать. Практически никого нет, хотя людей отдыхает очень много. Здесь две большущие горки, которые идут в ровле аквакомплекса. С левой стороны мы можем видеть менее большую горку. Как раз-то подходит для деток. Здесь и грибочек есть. За всем, что здесь происходит, наблюдают спасатели, чтобы все было под контролем и проходило максимально безопасно. Вот работает подача водички, детки скатываются и наслаждаются. Далее, ребята, мы еще поднимемся к вами к видовому бассейну. Ну, я думаю, что отсюда вы уже видите, насколько здесь красиво. Насколько детям здесь вашим будет просто прекрасно отдохнуть и насладиться всем этими моментами. Странное какое-то, говорю, детям. Тут самое главное, что родители будут получать большевый отдых. Вот как та пара, которая сидит рядышком с этим зонтиком и отдыхает, улыбается и счастливо. Ну, и вот еще одно заселение с вами наблюдаем. Ребята двигаются в слойное. Посмотрите, какая семья. Три ребенка маленьких, две девочки, два маленьких. Ну, короче, вообще, просто смотришь на эти большие семьи и радуешься, что в России у них есть возможность отдыхать в таких местах. Также возле аквакомплексов имеются туалеты и раковины. Помимо санузлов, возле бассейнов есть душевые. Я настоятельно всех призываю, пожалуйста, ребята, пользуйтесь душевыми. Это важно. Ну, а мы с вами поднимаемся наверх. Здесь две горки спускаются вниз, тоже с большим потоком подачи воды. Мы только что сами их видели снизу. Одна такая спиралька, другая более закрученная и выходят в отдельный бассейн. Покажу, ребята, райскую тему. Там дальше мы еще с того бассейна, конечно, увидим, но не увидим вот эти вот бассейны сверху. Поэтому наслаждайтесь. Какой вид. И все это прямо на берегу моря. И вон на пляже там еще один бассейн. Вау. Я реально рассказывал, смотрите, у меня мурашки по телу, насколько это действительно крутое место для отдыха Аурум. Я надеюсь, что в комментариях, хотя уже в телеграме, на которые я вас призываю подписаться, люди пишут о том, что как круто было и как они хотят уже быстрее сюда вернуться. Это великолепно. Спасибо вам за такие теплые отзывы. Мы можем видеть, как выглядит для третьих этажей зоны отдыха. По такой вот лестнике поднимаемся мы на вот этот невероятно крутой бассейн. Бассейн с обрывом и с видом на море. То есть вот так можете отдыхать и как будто дальше продолжение моря. Ребята, чистейшая вода. Здесь 10 метров на 25 пространство и этот бассейн с подогревом. Есть теневые зоны, а также лежаки стоят под открытым солнцем для вашего удобства и загара. Я бы назвал такой бассейн крутой с вал эффектом. Я так себе помечаю, так туда сходить, сюда сходить. Сюда я приду 100%. Я хочу себе крутую фотографию. Ну а дальше пляжная территория. Давайте сначала закончим по основной. Покажем вам еще места развлечения для вас и ваших детей. А потом уже отправимся на пляж. Так, тут момент такой, что уже как бы немножечко проголодался. И пора наверное сходить на шведскую линию в ресторан питания. Подкрепиться. Заодно посмотрим, как там люди разминаются. Смотрим набор первых блюд. Суп общая по-домашнему. Бульон куриный. Борщ. Сметана. Сухарики. Зелень. Рассольник ленинградский еще рядом стоит. Сезонные фрукты в ассортименте. Здесь представлены соленья. Овощи свежие. Посмотрите как. Редиска со льдом. Есть нарезка мясная. И салаты разнообразные. Здесь все одинаково, но соленья, овощи добавлены. На горячее тевтели, чахобили, говядина с овощами, свинина с ананасами, окорочка жареная. Есть карбонара, рыба жареная. Следующая позиция даже имеет рекомендации к детям. Это рыбка отварная и тевтели. Макароны отварные и рис отварной. Также есть маслины, соленья салаты и кукурузка с горохом. Соуса разнообразные в большом ассортименте. И начинается раздача. Приходят гости покушать. Посмотрите какой большой здесь зал. Работают кондиционеры. Играет такая чил музыка. Также можно выйти поесть на веранду. С левой стороны в зале имеется чайная станция, кофемашина, выбор соков. Также можно взять компоты, сухофруктов и напиток Аркаде. Выбор просто потрясает, ребят. И это все находится в нескольких вариациях. То есть вы можете не в одном месте набрать и ставить в очереди, а каждый подойти куда надо. Также у нас есть свадости на выбор. Здравствуйте, как вас зовут? Татьяна. Майя. Откуда вы к нам приехали? Екатеринбуд. Как вам отдыхается вам? Прекрасно. Очень. Очень хорошо. Хорошо воду. Самый главный это. Тебе есть что покушать? Да. Анимация нравится? Да, очень нравится. Развлекают тебя очень хорошо? Не знаю. А номер как тебе? Номер хороший. Это прекрасно. Бассейн покупаешься? Да. Каждый день. Это прекрасно. Самое лучшее море. Здесь в Боровичинске. Ну я думаю, что поэтому как бы все выбирают этот отель. Потому что тут, как можно сказать, в одиночестве только ваш пляс для отеля и все. Очень, очень хорошо. Еда хорошая. Детьми занимаю, аниматоры очень хорошо. То есть вы довольны тоже? Да. Мы вот отдыхаем и они развлекаются. Спасибо вам за отзыв. Вам хорошо. Спасибо. Спасибо. Мы ваши подписчики. До свидания. Очень рады были вас увидеть. Спасибо большое. Хлебушек здесь тоже в ассортименте. Вот такой вот на выбор. Прям свежий подрезают всем. И дальше смотрите, ребятки. Здесь стоит набор разных вкусностей. Именно в холодильнике. Люди подходят, набирают разнообразные вкусняшки для себя. Также соки и напитки. Здесь представлены напитки алкогольные в ассортименте, которые вам будут наливать. Из основного зала мы выходим на веранду. Здесь есть возможность тоже прийти поесть и сейчас. Но в будущем здесь еще будет работать мангальная зона. В которой можно будет уже всякую вкусняшку из гриля заказать. А сейчас приходите, кушайте, наслаждайтесь. Есть специальные столики для кормления самых маленьких детей. Потому что, как вы можете увидеть, и мою подписчицу, которую мы встретили на обеденном перекусе. И много людей сюда приезжает именно на отдых с детьми. По алкогольным напиткам здесь, ребятки, есть виски, коньяк, ром, водка, вина и джин. Допустим, по винам мне больше всего нравится то, что здесь представлены наши местные производители. Допустим, шато-тамань и русское вино. Ребята, я чувствую, что сегодня я вообще дальше уже никуда не ползу. Набирала у нас все Оксана, пока я ходил снимал, рассказывал. Она знает, как правильно накормить и порадовать мужчину. Спасибо. Давай дегустировать. Мы тоже хотим по бокальчику вина. Возьмем и белое, и красное вино. Как раз таки Юровского винзавода попробуем. Спасибо большое. Начнем нашу прекрасную дегустацию с бокала вина. Спасибо. Слушайте, а винчик вкусный, очень приятный вкус и вкус. Я обожаю местных производителей. И делают хорошее качественное вино, ничем не уступая фирменам. Давай приступим. Оксана сегодня мне борщик отдала, потому что я борщ люблю. Цвет какой насыщенный. Здесь есть свекла, здесь даже не щи, а именно борщ. Разрекламированный борщ подействовал на Оксану. Она пошла тоже за борщом. Очень вкусный именно борщ. Вкусовые характеристики, цвет, продукты. Идеально. Прям для борща. Как тебе борщ? Вкусно. Тебе прям понравилось? Мне понравилось. Сейчас попробуем еще рассольник. Раньше считал, что не мой суп, но потом пробовал очень вкусные рассольники. И понял, что это очень достойно. Здесь перловочка, овощи очень тоненько нарезаны соломкой, которое и должно быть в ресторанах. Это очень крутой рассольник. Думаю, просто попробую, дальше есть не буду. Походу я его съем. Тебе понравилось? Вкуснятие. Я не врал. Я сел рассольник. Представьте, насколько он вкусный. При том, что я не ем особо супчики с луком, то здесь это все прям очень понравилось. На всех наименованиях всего по одному. Здесь есть курица, есть утка, есть рыба, есть котлеты. Вот я уже понял, с чего я начинаю. Это говядина, ребята. Я хочу с утки начать. Утка с грушенькой. Утка с грушенькой. Утка с грушенькой. Вау. Настолько. Это очень вкусно. Спасибо. Для мяса люблю есть руками. Отлично, курица запеченная в духовке. Оксана пробует говядину с овощами. Кает во рту. Да. Оксана дегустирует салатики. Вот это вот. Отключаю. Таня, она нас уж курится. Это как вкусно. Это один из любимых салатов. Салатик кайф. Салат со свежими овощами. Просто очень интересным маринадом. Помидорчик, огурчик. Лучок. Лучок. Причем не дешевый белый, а крымский розовый. Мммм. Прям кайф в удовольствие. Сзади можете увидеть, что люди посидели поели. Уже подошли ребята. И наводят порядок на столах. То есть официанты здесь тоже очень хорошо работают. Пришелись на пару. Очень нежная, вкусная. Детки ваши оценят. Оксана пошла по макарошкам. Макароны с мясом. Вкусно? Я не ошибусь. Моя любимая. Пробуем рыбку. Мммм. Очень вкусная. Не жареная. Для тех, кто на диете, либо для детей. Очень классная. Давайте попробуем еще вот эту вот рыбу. Вкусно? Ммм. Ммм. Вот эти вот ножки. Тоже такое интересное. Вот такая вкусная закусочка. Пробуем еще вот этот салатик. Колбаска салатик. Продукты все очень хорошие, высокого качества. Все, что пробуем, довольно-таки вкусно. Мне очень зашли соленья. Мммм. Острый, классный. Вот лучший перец на центральном рынке. Точно такой же. Прям удовольствие. Нарезочка тоже очень вкусная. Все салаты, овощи, соленья зашли. Я хотел бы еще другого блюда, но Оксана много набрал. Поэтому надо доедать то, что есть на тарелках, чтобы быть красавчиками. Теперь самое главное дегустация. Ребята, я еще взял говядины. Что-то я такой голодный. Оказалось. Мы все съели. Все, что взяли. Мы не будем, как многие люди делают, приходят на шведку, все набирают, потом оставляют. Хотя я вам хочу сказать, здесь, вот видите, соседний стол. Ну там хлебушек что-то не доели. Тут только рядом с нами, там паро, хлопчиков не доели. Люди здесь берут, то как бы только что хотят. Я так понимаю, что в России уже привыкли к шведке. Я и свои первые разы помню. Стол просто ломился, но я все съедал. Как тебе эти вкусняшки? Крем хороший в десертах, не дешевый. Поэтому вкусно. Не зря два кусочка взяла. Не зря. Это прекрасно. Приятный ущерб. Давайте про мистеробку посмотрим. Удобнее. С кусочками. Понятная. Я, по крайней мере, сижу. Мне очень удобно. На большом весе. Тебе удобнее сидеть? Нет. Я очень рад уровню системы All Inclusive у нас в России. Аурум сейчас, наверное, один из лучших по питанию. Потому что здесь прям совсем все вкусно. Люди здесь потихонечку курсируют туда-сюда, ребятки. Ну, и еды. Вы просто вот можете посмотреть. Хватает. Все все есть. Везде все добавляют. Везде все хорошо. Это было очень вкусно. Здесь питание. Мне понравилось. Прям очень вкусно. Очень-очень. Очень-очень. Оксане зашла утка с яблоками. Это было цветовчиком. Двигаемся дальше по территории. Здесь территория отеля полностью везде открыта. Очень много пространств для ваших прогулок. Выслужено большое количество деревьев. Причем я вижу, что и старые старались сохранить. Сделана очень красивая подсветка. И вот так вот прогуливаться между этими домиками вы можете абсолютно свободно. Везде есть дополнительные лавочки с мусорками. Сели, отдыхаете, общаетесь. Уютный, классный семейный отдых. Как я вам об этом и говорил. Мы вот за этим разговором доходим до детской площадки. Она довольно-таки просторная, новая. Сделана на прорезиненном покрытии, чтобы ваши дети могли здесь поразвлекаться. В любое время установлена подсветка. Так что, дорогие мои, деткам вашим будет здесь весело и задорно. Вот как и сейчас мы увидим вот в таком кусочке сыра внутри этот домик. Сидят дети и что-то делают. Ага. Дальше у нас вот такие комплексы, чтобы полазить. Обычные карусели на любой вкус и цвет. Территория полностью закрыта. Везде стоят сотрудники охраны. То есть ваши дети абсолютно спокойно могут здесь бегать и играть. Не переживая за них, вы можете отдыхать. Вот выход с основного корпуса. Здесь у нас вход на линию питания. И с правой стороны вы можете пройти также по территории отеля до аквакомплекса. Мы с вами проходили по вот этому закрытому коридору, который дает возможность работать отелю круглогодично. И сейчас покажем вам еще один бак, который находится непосредственно возле самого бассейна. Территорию стараются сделать максимально озелененной, высаженной. Много новых деревьев и сохранено много старых. Я думаю, что в дальнейшем все будет очень круто. Кстати, людей потихонечку становится больше. Друзья, напротив бассейна имеется зона перекусов. Как раз таки сюда сейчас несут картофель фри. Амико Пол Бар называется местечко. Здесь вы можете помимо перекусов еще выбрать напитки. Тут есть пиво и колос мохито. Также имеется мороженое в ассортименте, который можете брать. Чем дети и занимаются. Из крепких алкогольных напитков это джин, виски, коньяки, водка. И также вина местных производителей. Также есть на баре отдельный элитный алкоголь за отдельную плату. Другие прохладительные напитки вы можете приобрести. Мы сейчас с вами продегустируем мохито. Спасибо большое. Поводненькие, классненькие, прекрасненькие. За аквакомплексом, мои дорогие, здесь находится зона выхода на пляж. Здесь есть душевые туалеты. После моря вы можете освежиться свеженькой водой. Также есть игровые моменты. Вот такой вот стол для массовых мероприятий, игр, футбольные ворота. Далее настольный теннис. Также здесь перед пляжем можно поменять свои карты на полотенце. Что мы и сделаем. Но уже когда точно пойдем на пляж, а не просто с ним ознакомливаться. Здесь есть возможность пораскрашивать керамику. И собственно сам выход на море. Здесь стараются озеленять территорию. Высажено огромное количество деревьев по периметру. И пляжная территория от нас отделена забором. На выходе работает охрана. Никто не зайдет и не выйдет без их ведома. Ну или вот таких вот браслетов. За территорией отеля находится зона для курения. Есть мусорки, пепельницы. С правой стороны перед отелем есть ногомойка. Чтобы вы уже на территорию отеля не несли песок. К самому морю с подсветкой сделана вот такая прогулочная зона между дюн. Выглядит это очень здорово. То есть путешествовать туда вы можете не только под светом солнышка. Но уже и в вечернее ночное время. Всегда было интересно сколько смотрел на пляж Арум. Что это за террасу они тут сотворили перед дюнами. Во-первых 3 часа дня 19.06. Воздух 31 градус. Вода тут написано 25. Честно примерно плюс-минус попадает. По параметрам интересно что в тени дня у нас море становится горячее. Тут душевые зоны, зоны для курения. И подняться наверх можно помимо лестницы еще и по пандусу. Потому что тут думают также и о тех кто с детьми с колясками. И о тех кто приезжает на отдых с людьми с ограниченными возможностями. Здесь стоят стулья, столы. Террасу назвать большой не поворачивается язык. Она просто огромная ребята. И посмотрите как сделано что все на таком расстоянии друг от друга здесь может отдыхать. Сюда люди приходят с бутылочкой напитков. Любых прохладительных либо крепких. И сидят отдыхают с шикарным видом. Просто на море пляжную территорию. Ну какой-то прям супер релакс отдых. Отсюда мы видим место для проведения пляжных пенных вечеринок. С левой стороны у нас находится баня. Баня работает отдельно заказывается. Шикарная пляжная территория. Чистейшая. И со своей собственной волейбольной площадкой. Как вам? Напишите обязательно в комментариях. Даже если вдруг вы ребятки придете на море шторм. На пляже есть свой бассейн. Это тоже большой плюс для такого отдыха. Раньше вообще честно не понимал зачем нужны бассейны. Да и сейчас не понимаю. Больше люблю море. Но знаю о том что море штормит. А люди приезжают. Как бы у них нет там несколько дней возможности ждать. Пока море успокоится. Воспользоваться бассейном для них как выход на отдых. Это мы здесь живем. И не понимаем о чем вы живете. Хотя чем больше снимаю таких мест тем больше становлюсь экспертом в вашем отдыхе. Вот так выглядит душевая зона. Ребята после моря споласкивается. С левой стороны у нас есть много передних валок. Далее под этим навесом есть шезлонги и детская площадка. Чтобы в тени можно было спрятаться от солнца. Как там море? Вообще шикарно. Отличного отдыха вам. Здесь зона отдыха ребятки для курящих людей. Тоже в тенечке. Но здесь у нас фудкорт. Здесь на пляжной территории под навесом находится фудтрак. Которым в разное время готовят разные блюда. Сегодня предлагают картофель фри, наггетсы и хот-доги. Питание разное, меняется. Также есть разнообразные напитки. Предлагают квас очаковский, а также экстра ситро. Взяв всю еду вы можете разместиться либо на этих столиках, либо пройти на свои шезлонги. И с прекрасным видом на море пополнить свои силы. Это сколько можно есть? Хотя, как говорится, кто нас спрашивает, когда предлагают столько еды? Давайте дойдем с вами еще до бассейна. Чтобы вы его, как говорится, не только сверху увидели. Именно на пляжной территории в вечернее время как раз таки и происходят все разнообразные мероприятия. Вы сюда приходите с детьми и пенное шоу, там артисты выступают. В общем, как могут вас развлекают, чтобы вам было не скучно, друзья. Ну и вот он, тот самый бассейн. Дальше есть еще футбольное поле для занятия спортом. Ну, собственно, как я и говорил, волейбольное. Как круто, что мы сможем с тобой сегодня вечером насладиться этой всей эйфорией. Смотрите, какая подсветка. Танцпол с большущими колонками, пульт диджеевский. Ну и скамеечки для вашего размещения, ребята. Я прям представляю себе, как будто я где-то там на Ибице. Выходим далее. Здесь шезлонги под навесом уже поближе к морю. Пляж огорожен, но все именно в нормах и правилах, как это требует. 20 метров свободных территорий есть. Давайте познакомимся с баней. С левой стороны здесь находится спасательный пуст, на котором ребята следят, чтобы вы купались безопасно. Входим в саму баню. С левой стороны есть нагомоечка, чтобы не тащить с собой песок. Во-первых, находится прямо перед вами море. И я в устойке от такого комплекса банного. Здесь место для переодевалки и раздевания. Есть все нужные банные принадлежности для вас. И, ребята, смотрите, какое здесь панорама остекления. То есть вы будете отдыхать в любое время года. И зимой, и летом с шикарным видом на море. Есть чайная станция, сплит-система, если вдруг будет жарко. И вот такое пространство. Где-то 5-6 человек в бане отдыхают вполне себе комфортно. Далее у нас есть душевые туалеты. То есть тоже все для вас продумано максимально при этом. Но самое главное, конечно же, с тропическим душем. Душ. Это, друзья, парилка. И вы посмотрите, во-первых, какая она просторная. Можно поддавать, парить веничком вас с удовольствием. И здесь мы отповорачиваем камеру с видом на море. Как вам такая красота? Ребята, напишите обязательно в комментариях. Потому что здесь, ну, прям, мне очень понравилось. От души вам это говорю. Стоимость отдыха в такой бане вы, если на 2 часа, сюда придется 6000 рублей, 3 часа 8000. Рядом с танцполом имеется бар, в котором готовят прохладительные напитки и есть другие обычные картели за допплату. Обращайтесь к ребятам, чтобы улучшить ваш отдых. Также есть дополнительные более комфортные места для отдыха, которым могут воспользоваться абсолютно все отдыхающие. Ну и самое главное, что нам осталось, это дойти до моря. Здесь мы видим, что работают спасатели, контролируют акваторию. Ну и самое главное, сегодня гладкое, просто прекрасное, манящее море, которое говорит, приходи ко мне и отдохни. Давайте я вам похвастаюсь пляжем Аурума, ребят. Вот посмотрите. Ну, конечно, понятно, сейчас все на обеде. У нас 3 часа дня. Люди отдыхают там возле бассейнах, от жары в номерах. А температура на солнышке, ребята, обратите внимание, что 37,9 градусов. И самое главное, что пляжные территории, видите, самые ближайшие, вот где-то там вдали находятся те, где отдыхают люди. А здесь, собственно, море чистое, классное и прекрасное. Собственно, куда мы с вами сейчас и отправимся. Замерим температуру. И я думаю, что мы чуть попозже тоже придем сюда покупаться. Ведь манящее море меня прям доставляет удовольствие. Особенно с такой чистой, красивой и прозрачной водой. Манящее Благовещенское с гладким, великолепным морем. Ну, я думаю, что лучше вы даже себе и придумать не можете. Согласитесь? Ведь это так хочется в море уже. Здесь очень хочется отметить, насколько чистый и убранный пляж. В это можно похвалить. И выдирать не только свою территорию, но и территорию перед ними. Чтобы, ну, в принципе, их отдыхающим было удобно ходить тут. С трех часов дня работает точка перекуса, которую мы вам показывали, когда проходили по вот этому закрытому тоннелю. Сейчас пойдем посмотрим, что там уже едят люди. Кафе-бар Эль Пальма работает с десяти до часу, с трех до шести и с восьми до двадцати четырех. Заходим, смотрим, какая красивая территория. Есть стульчики для маленьких. Много столиков с мягкими стульниками. А также есть вот с такими большими диванчиками. И посмотрим, что предлагают нам. Есть холодная горячая водичка через Purifier. Система фильтрации. Дальше у нас пицца, сетинские пироги, сосиска в тесте, картофель, тефтель, ребрышки, куриные крылышки, фруктов, соуса в ассортименте. Также лед, овощи. Вот такая крутая тема. Вот смотрите, подставьте стаканчик в центр круга, приложите браслет к сканеру, выберите напиток, наслаждайтесь вкусом. И вот, что можно выбрать здесь. Лодка, виски, джин, ром. Слушайте, я хоть не особо хочу пить. Давайте попробуем браслет. Ха-ха! Вино белая, полусадка, сухой красный, настойка цар. Я даже ром-кола. Ох, да ладно! Ха-ха-ха! Вот это да. Дальше мы идем за льдом. А что это ты себе такое интересное сделал? Ром-колы. Дальше есть кофемашины, чайная станция с ассортиментом большим чая. Есть сухие смеси для маленьких самых деток. То есть, пришли, взяли, сделали. Далее набор соков и разных напитков. Чай каркаде и компута сухофруктов. Помимо того, что вы можете поесть в таком зале с панорамным остеплением, есть возможность выйти еще на улицу. Здесь тоже столы расположены. И с видом на бассейн, море можно принимать пищу. Ну, либо пить прохладительные напитки. Ах, красота! Ну, а теперь пойдемте посмотрим номера. И сам увижу свой номер, в который мы сегодня заезжаем. Находимся на втором этаже. Смотрим номер Junior Suite, в котором можно разместиться. Двое взрослых, двое детей. Включаем карточку освещения. С левой стороны у нас находится место для хранения. Здесь у нас лечки для верхней одежды. Есть гладильная доска. Утюг. Правее полочки для ваших вещей. Дальше здесь открытое пространство. В нем находятся халаты. Имеется сейф. Пакет для красного белья. Набор для шитья. Тапочки и холодильник. Далее сушилка. С правой стороны у нас ростовое зеркало, которым уже пользуется Оксана. И есть регулятор температуры в номере. Здесь центральное кондиционирование. И обратите внимание на этот номер. Вауферт был вызван просто вот этой кроватью. Сверху высочайшими потолками. Снизу находится двуспальная кровать с красивым изгалоем. Над ней бра. Два прикроватных столика. С правой стороны есть дополнительное место в виде раскладывающегося кресла. Напротив кровати имеется телевизор и полочка. Далее будуарный столик с зеркалом. На столе имеется водичка, бокалы, чайная станция с набором чайных. Снизу имеется дополнительная тумбочка для ваших вещей и кресло. Слева стоит телефон. А тут еще, ребятки, можно подняться на второй этаж. Эти номера находятся только на втором этаже. Не имеют балкона. Имеется ввиду, что с кроватью, которая сверху для ваших детей. Оксана, смотрите, залазит. Так вот размещается. То есть, дети, я уверен, что будут счастливы такому приключению, находясь еще и на отдыхе. Здесь две полноценные кровати. Можете даже вы забрать у детей это место. А они пускай снизу спят и получают удовольствие. Также в номерах очень просторные санузлы. Все нужные вам косметики по стандартным 4 звезды. Здесь можно перечислять как бы шампуни, гели, щетки, бритвы, шапочки. Есть абсолютно все. Раковина. Слева много полотенец. Большое зеркало с подсветкой. С левой стороны идет полотенцесушитель. Снизу унитаз. И очень большая душевая зона. Обратите на это внимание. С тропическим душем. С левой стороны вешалка для одежды. 26400. Такова цена на двоих взрослых и троих детей. Друзья, полностью по ценам все уточняйте на сайте по номерам. Если вы здесь отдыхали, пишите как вам. Система ультра все включено в ауруме. Пока меня здесь очень многое удивляет. Если вы не увидели шампанское, то шампанское выдается при заселении на рецепшене. Также здесь шикарный вид из окна на территорию. Сейчас мы с вами посмотрим трипов в отдельном стоящих бунгало на территории. Здесь номер рассчитан на троих. С левой стороны у нас красивое место для хранения. Здесь у нас с правой стороны сейф, ховаты, холодильник. В открывающей части есть гладильная доска, плечики, утюг и дополнительные одеяла. Далее в номере двухспальная кровать с изголовьем. Отдельно стоящие раскладывающиеся кресла. С левой стороны стол с телефоном. Сверху висят бра. Напротив имеется телевизор, стол переносной, кресло, стол. На столе чайная станция, набор посуды, водичка, зеркало и еще одна дополнительная тумбочка для мелочевки. С этого номера мы можем выйти на балкон. Балконы здесь есть абсолютно во всех номерах. Номера немножко отличаются только этажностью, на которой он находится. Здесь у нас стол и два стула. Возможность посушить вещи. Также на третьих этажах здесь есть какие-то более элитные номера со своими зонами отдыха. А в них смотрите на сайте. Ребят, все занято. Благодарю людей, которые нам разрешили этот номер все подснять. Они сейчас стоят, оформляются на рецепшене. Сейчас мы смотрим санузел. Здесь тоже очень много места. С правой стороны зеркало, раковина, полотенце, фен, набор мыльных принадлежностей. Все, что только можно. Далее идет душевая зона с тропическим душем. Она очень большая. С левой стороны от нее унитаз, полотенцесушитель. Итак, дорогие друзья, этот шикарный номер сейчас обходится тем людям, которые регистрируются на рецепшене 20 тысяч в сутки на троих человек. Хорошего вам отдыха и еще раз огромная благодарность. Если вы хотите бронировать, допустим, любые отели себе заранее. И вот в том числе здесь вот ребята приезжают по раннему бронированию и цена еще ниже. Вы можете сегодня уже задуматься об отдыхе на следующий год и принять решение такое. А вот уже подвезли их вещи. Вот подарочки для малышей дается блокнот и ручка. Добрый день, Юрий. Разрешите вас поздравить с вашим днем рождения. Пожелать вам творческих успехов, здоровья. В отеле Ауру мы дарим вам вот такую поздравительную открытку. И сегодня вас ждет небольшой комплимент от отеля. Вы сможете его получить, когда пойдете на ужин. Отдаете половинку и вам вручат сладкий подарок. Поздравляем. Спасибо огромнейшее. Очень круто. Такого отеля вообще не ожидал, ребятки. Ну, теперь забираем наше шампанское. Это комплимент. Выдается всем гостям, которые приезжают. И отправляемся уже отдыхать в наш номер. Друзья, путешествие по отелю на таких лифтах. Они вмещают до 8 человек. Имеют зеркало. Ребята, пятый этаж. Основной номер наш. Давайте поглядим, как он выглядит. Это номер двухместный плюс до. С левой стороны у нас место для хранения. Здесь есть для верхней одежды плечики, гладильная доска, утюг и много разных полочек. Далее открытое пространство. Здесь два халата, сейф, пакет для грязной одежды, швейный набор, тапочки, холодильник снизу. Вот как Оксана хочет проверять номера. Это лучший матрас, который сегодня будет делать нам очень приятно. Ну, точнее, не нам, а нашим спинкам. Когда мы будем спать, ребята, вот с таким восхитительным видом на море. Тут можно... Тут выход на балкон есть, можно не выходить. Просто смотрите. Вау, да? Вид на отель, вид на все бассейны, аквазону, аквапарк. И просто топовая панорама вида на Анапскую бухту. Красота. Как тебе? Красота. Вау. Вот такой вот великолепный отель. Слышал, что там сейчас идет активность. Ребята играют в водное поло на бассейне. На балконе у нас есть два стула и стол. Раскладывающееся кресло. Это у нас как доп-место, если бы мы с собой кого-нибудь взяли. Далее. Два таких вот столика возле изголовья бра. На одном из них есть телефон. По прямой у нас стол, водичка, чайная станция. Для приветствия нашего шампанского есть бокалы. Шампанское мы поставим в холодильник при входе. Климат регулируется у нас здесь с левой стороны. Есть терморегулятор. Мы сейчас можем вот так вот так вот сделать. Выбрать какие-то режимы здесь. У нас на холод стоит. Можно просто его отключить. То есть тут все. Тишина. Красота. Итак, друзья. Ростовое зеркало. С левой стороны по прямой у нас есть санузел. В санузле. Большущее зеркало. Зеркало у нас с подсветкой. Есть раковина. Все мыльные. Нужные и ненужные принадлежности. Полотенца просто вау. Здесь полотенцесушитель. Имеется унитаз. И большая душевая зона с тропическим дождем. Мы сегодня все абсолютно здесь протестируем. И узнаем, как вообще прекрасно можно в Ауруме отдыхать. Для меня это вообще сегодня какой-то супер топ отдых. Ребятки. Прям очень круто. Тебе как номер? Да. Отдыхаем? Ну все. Мы дошли до приветствующего шампанского. Сколько по разным отелям ходили. Там везде приветствуют наш шампанское. Приветствуют наш шампанское. Ну когда же наш шампанское поприветствует в каком-нибудь отеле. Проверим, как Юрка умеет открывать шампанское или нет. Ай-яй-яй-яй. А? Ура, друзья мои. Ну ладно, первый бокал пускай так зайдут. И то даже половинку налил. Это очень круто. С днем рождения! Уф! Ай, с таким видом я еще шампанское не пил. Отвечаю. Отдых пошел. Как быстро наводится бардак в номер. Только сошли, выпили шампанского. Там все уже перевернуто. Сейчас пойдем попробуем на ужин, ребята, прорваться. С шести до восьми килограмм здесь проходят. Пока люди еще дебдога. Слушайте, я не знаю, когда здесь будут проголодаться. Мы смотрим, что здесь есть. Уже разобрали помидоры с сыром. Салат Венеция. Морская капуста. Салат Витаминка. Также имеются нарезочки разнообразные. Колбаски, овощи, соленья. Видите, здесь шашлык свиной. Утка запеченная. Свинина с овощами. Дальше окорочка жареная. Здесь вот таких вот парочку котлеток еще возьми. Дальше рыбные котлеты. Здесь вот такие вот тушеные овощи с морепродуктами. Как минимум кольца ковремаров. Здесь рыба. Для детей опять-таки смотри по местам. То есть рыба такая припущенная на пару. Есть тефтельки, маленькие овощи. Здесь вкуснейшие макарошки со сливочным соусом. И картофель отварной с зеленью. Фрукты сезонные. Яблоки, груши. Также имеются тропические. И еще сезонные наши абрикоски. Из первых блюд. Здесь есть борщик. Также есть каша кукурузная, молочная для деток. Наполнители. Сметана, зелень. С другой стороны бульон куриный. И суп лапша по-домашнему. Разные соусы. С другой стороны есть соленье. Халапенье. Морковка. Консервированный горошек и кукуруза. Свекла. Кофемашины я вам показывал на обеде. Там стоит чайная станция большущая. И здесь смотрим хлебобулочные изделия. Разнообразные в ассортименте есть. И напитки. Ребята, что наливаем на ужин? Вино? Водка? Еще можно заказать что-нибудь. Это то, что вас просто подготовлено, что чаще всего берут? Понял, спасибо большое. Так выглядит наш ужин. Начинаем с жидкого. Оксана с кашей. Я бульончик взял с зеленью. Овощи, мяски разные. Котлета рыбная, шашлычок. Такие котлетки. Каша. Да. Серьезно? Да. Все, бульончик прям залетел. Отлично. Оксана говорит, ей каша тоже понравилась. Но тарелочки вот, пожалуйста, пустые стоят. Пробуем дальше. Это очень вкусно. Кальмары. Овощи, кальмары, что может быть лучше. Ну, помидоры с сыром тоже отличные. Шашлычок. Ммм. Несколько просто тает во рту. И действительно вот это блюдо с кальмарами просто восхитительное. Оксана что-то все очень быстро исчезает с тарелки. Так и вот эта атлетка. Мне вот это тоже очень. Чтобы не заморачиваться и не рассказать вам про каждое блюдо, ужин, честно, был кайфовый. Все очень вкусно. Тарелочки пусты. Съехаю второе токанчик кофеечко. Жалко, что алкоголь я не с тобой люблю, не употребляю. Чуть-чуть шампанское пригубили, рому, колы. Ну, и на этом как бы все. У меня в машине лежит домашнее, что я лежу, а я вот. Ну, не хочется. А так вот я с накрутным ребятам приходят. У мужчины там несколько бокалов вина. Деткам еды тоже набирают. Они сами себе набирают. Все кушают, все хорошо, прекрасно. В общем, друзья, отдых идет. Единственное, вот меня прям поразило, что до ужина как-то не все добрались. Оксана пошла за каким-то лимонадом. Хочу что-нибудь более, так вот сказать, легкого. Ну, кофеечко тоже выколол. Дальше пойдем погуляем по территории. Здесь нас ждут развлечения, приключения, водный аквапарк. Мы тоже будем побывать на бассейне. Сколько нас еще делал? Поехали. Прикольно смотреть, как люди себе набирают еды. Оксана, ты готова? Фонарять куда-нибудь. На лифтах, друзья, мы поднимаемся на пятый этаж. Здесь есть место, в котором вы можете провести шикарное время. Это ресторан грузинской кухни. Цинцкаро называется. Здесь очень красиво все выглядит. Удобные кресла, большие широкие столы. И все это с видом на море. Здесь набор разнообразных алкогольных напитков. И также все практически по грузинской кухне. Там хачапури по-аджарски, есть хинкали. Разнообразные салаты, к которым вы очень сильно привыкли. Ну и сидите, отдыхайте, наслаждайтесь. Захотели подышать воздухом? Пожалуйста, выходите и смотрите на территорию отеля. Либо можете прямо здесь сесть, поесть. А также здесь невероятно красивый вид на всю Анапскую бухту и город Анапа. Представьте, как здесь будет на закате. Это фантастика. Решторан работает с 11 до 12. Там солнышко к закату, ребята. Красота. Чем, кстати, позже, тем солнце будет уходить от дачи, будет садиться прямо перед отелем. Капец теплая. Вот это ванна. Кейфово, да? На море хоть пойдем? Не знаю. А че? Она мне тут нравится. Серьезно? Да. Поэтому, ребята, не спрашивайте, почему люди не ходят домой. Даже Оксана, которая говорит, какие нафиг бассейны, только море. Я на первой в жизни, когда мне бассейн понравился. Он не воняет флоркой, понимаете? Ну, это же как бы круто. Вид красивый. И вода теплая, и чистая, и людей мало. А где все люди? Я вот не могу понять. Слушай, в отеле, в столовой столько людей. А, они, наверное, все в столовой, слышишь? А, реально? Да. Смотрите. С той стороны тоже. Я просто покажу вам. Аквакомплекс молчит. Реально. То есть, столько народу отдыхает в отеле, и в тени все. То есть, походу, пьют, едят и спят. Вот. Здесь,? Да. Ребята. legal. И inne. Здесь処理, как на letzte Врагу. и watching a旦 Врагу сплот. Продолжение следует... Можно небольшой отзыв записать. Восемь вечера закончился ужин. Сейчас опять включается перекус. Там находится сзади обрывной бассейн, из которого не хотелось вылазить. Мы работаем до восьми вечера. Сейчас на пляже будут какие-то мероприятия. Все-таки мы сходим на море, но купаться уже там точно не будем. Потому что бассейн плюс 30, он кристальный, с видом на море. Ты начинаешь думать, а зачем вообще ходить на море? Ты дышишь морем, ты видишь море. Там бассейн теплый, там нет водорослей. Так нельзя делать, девушка. Девушка, оденьтесь, пожалуйста. В общем, немножко не понимаю, для чего море. Топ-контент заходит. Ладно, это я хотел свой отзыв записать. Что-то мне Александра пришла, короче, я забыл. В общем, закат. Мы идем сейчас на второй перекус и будем наслаждаться красивыми. Что мы будем делать вообще? Танцевать. А, точно, дискотека. Сейчас будет дискотека. Мне пишут, Юра, много не пей из мелкой посуды. Говорит, пей сразу ведрами. За ведра. Блин, ну где рождение в этом году получился прям интересным. Вот так вот выглядит закат, ребята. Благовещенский. Видите, он чуть в сторонке садится. Моречко спокойное. Ласточки летают высоко. Значит, никакого дождя у нас не будет. Пускай этот день заканчивается. Начинается прекрасная ночь. Всем доброй ночи. Великолепные, приветливые. От души и для души. Так, ребята, идеальное вечернее мероприятие на пляже после заката. О, ну что, друзья? Сейчас работает детская программа. Деткам прям там весь свой класс. Посмотрите, сколько людей здесь у нас собиралось. Еще есть больше на территории отеля. Пошла, жара. Ножками, ручками. Море кипяток и есть даже те, кто купается в море. Эй, поднимаем ручки. Качаем так, чтобы было слышно об мяче музычки. Это уже приглашенные артисты выступают. С различными номерами, развлекая гостей. На пляжной зоне, слушайте, ну прям круто. Сидеть, наслаждаться выступлением. В общем, стрелищ, еды, выпивки здесь прям много. Следующим номером у нас выступают ребята вот с таким оригинальным танцем. Танцы очень красивые. Спасибо. Ох, как зажигают, ребята. Какие молодцы. Настроение создают это 100%. Посмотрите, как ребята наслаждаются. Сколько детей. Как это круто. Вот так выглядит вечерняя анимация с артистами, ребятки. Взрослые, детки. Все как могут зажигают. После шоу программы, ребятки, здесь дискотека. Можно вообще всю ночь практически отдыхать. Главное подзаряжаться. Кайфово. На пляже это все происходит подальше от отеля. И тем, кто пошел отдыхать, не мешает совершенно. На территории тишина и спокойствие. Такой вот вечерний кайф. Возвращаемся с дискотеки. И, как я вам говорил, здесь красивая подсветка. И сквозь дюны дорожка ведет к отелю. Вот так вот выглядит. Бассейны ночные с подсветкой. Дорожка на пляж. Просто какая-то фантастическая атмосфера, друзья мои. Сам отель тоже очень красиво подсвечен. Напишите обязательно, как вам. В вечернее время вы можете сходить, ребятки, в короке-бар. Пойдемте посмотрим, как он выглядит. Сразу чувствуется атмосфера. Тороги находятся на цокольном этаже. Можете посмотреть, как выглядит. Здесь есть алкогольные напитки, разнообразные коктейли для вас сделать. Также можно сделать заказ по меню. Помещение довольно-таки уютное. Отдыхать вам мешать не будет. Работает заведение с 8 часов вечера до 3 часов ночи. Так что, ребята, все, кто любят попеть, хороший звук, музыка вас тут ждут. Нравится детская ночная активность. У них тут какой-то сэйщен. Играют в догонялки, в воду там и так далее, пока родители их отдыхают. Точной дожор с 8 вечера до 24. Заходим. Люди есть большими столами. Отдыхают. И что есть перекусить. Катушечку съели. Есть такое вот блюдо. Ребрышки, фрукты и алкоголь. Также кофе и соки. Можно легких салатиков каких-нибудь. Давай. Это наш ночной дожор. Оксика полегче. Апельсиновый сок с алкоголем. У нас такой этот вид на бассейны на уличной территории. А там, ребята, кстати, большой компанией. Они играют в мафию. В Москве. Набрать винишко. И вам хочу показать это просто. Вау. Луна. Вид на море. Тишина. Красота. 12 часов ночи. Там Анапа где-то светится. Это просто вынос мозга. Насколько это красиво. Ну, пишите об этом в комментариях. Как вам? 5 утра. Рассвет. Опять вид на отель. У нас тут птички появились. Как красотища. Гладкий обрывной бассейн. 25 воздух. 20 число. Доброе, бодрое утро, дорогие друзья. Не только лишь все могут идти на завтрак. Кто-то выбирает поспать. Ребята, кровать сверхудобная. Подушки просто огонь. Не хотелось действительно вставать. Настолько мягко, классно спалось, что Оксана продолжает этим заниматься. С 8 утра завтрак. Пойдем смотреть. Слушайте, на завтраке таллиги гораздо больше. Салат из свежих овощей. Салат из моркови с яблоками. Лички, творог. Нарезочка все та же. Овощи. Имеется. И соленья. Редис из первых блюд. Здесь омлет. Яблоки, блинчики, хлебок запеченный. Также здесь таладочки. Курочка, сосиски, рыбка, вареники. Для деток здесь конец и свежие овощи. Фрукты в ассортименте. Бульончик. Каша овсяная есть. Наполнители. Масло. Конечно, молочное рисовое и молочное пшеничное. Опять, большущий выбор. И попробуют от набраться. Глаза разбегаются. Людей с утра, кстати, кушают довольно-таки много. Соус. Ну, и здесь тоже все по стандартам. Кофеечек еще осталось сделать. И можно садиться поесть. И сладости. Скоро сауны. Еще. Повезли выпечку в сочине. Хлебушек разный. Самое главное, что на завтрак идет шампанское, ребята. В другое время, ну, именно крепкие напитки. На шампанское есть только на завтрак. Ну, такая у меня дегустация. Коросан и каша всего по одному буквально. Ну, чего-то по два. Что выглядело гораздо вкуснее. Будем пробовать. Самое важное, что хотелось бы попробовать, это, конечно, каша. С маслицем. Да, такой вкус. Прекрасный просто. Кашка прям вообще залетела. Как себе домой. Это настолько было вкусно. Прям нужной температуры. Крутят. Давайте пробовать дальше. Фрукты с йогуртом, которые все там прям набирают, разбирают. Прям очень вкусно. У меня рядом с ним по соседству творог лежал. Творог с йогуртом еще вкуснее. Но я творог люблю в чистом виде. Не обязательно с чем-то замешивать. Блинчик с джемом. Тоже очень-очень вкусно. Сапиканка с творогом. Это и вкусненько, и немножечко сладенько. Омлет, который с горошком. Кто любит из детства, когда в детский садик ходили, вот я его очень любил и продолжаю любить. Особенно за горошком. Вторая тарелочка. Я все съем, не переживайте. Сардельки вкусные. Мое любимое блюдо, это, конечно же, вот это. Естественно, есть те, кто не любят тосты с яйцом. Курица. Она стабильно вкусная, классная. Я не люблю вареники с луком в начинке. Здесь я прочитал начинку, лука не было. И действительно так. Вареники не развалившиеся, идеально сваренные. Вам зайдет. Ладушки. Вы знаете, как я люблю, их можно есть бесконечно. Конечно, мне очень нравится. Здесь вкусовые, характерические блюда, ребята. Все прям по соли, сахару идеально. Очень вкусно. Завтрак меня сейчас вообще прям осветил. Яблочко запеченное просто кайфовое. Можно посмотреть, что все полностью наполнили. Все эти места, которые даже были немножко пустые. В общем, все постоянно пополняется. Это хорошо, ребятки. В общем, завтрак мне прям очень зашел. Хотя мне все три приема пищи понравились. И допитание с ребрышками вчера ночью было. Вали колаев. Еще мы взобрали вина. Играли в бильярд. Потом настольный теннис. Ну, в общем, класс. Ночь была интересна. Дорогой, уважаемый Юрий, от огромного, дружного коллектива отеля «Урус» поздравляем вас с днем рождения. Желаем вам, чтобы счастья вас было море. Чтобы вы не знали горе. Никогда бы не болели. Никогда бы не старели. Чтобы вас все уважали. Чаще в гости приглашали. И чтобы в жизни вашей личной было все всегда отлично и сладко. С днем рождения, давайте поздравим. Спасибо. С днем рождения, с днем рождения, с днем рождения, с днем рождения. Вот его, ксюка, проснули. Угостили ее тортиком вкусным, которым мне подарили. И можно потихонечку выезжать. С утра намывают просто эти витрины на этом бассейне. Везде все же пропылесосили, почистили по инфраструктуре. Завтраки было прям много людей. Хоть увидел, что они все-таки в отеле есть. И меня вчера на обеде не приглючило. Что-то Оксана загрузила. Не хочется уезжать? Да. Птички, ласточки. Тут у нас чайки летают. Красота. Ладно, пойдем еще. Оксана, может, кашки съест. Будем сдавать номер. И Оксана решила, что нам очень надо вот такое зеркало. Прям без него не видна она. Номер удобный. Самое главное, ребят, вот мы были в отеле. Сейчас открывается кошка, там какой-то шум моря. Закрываются двери на балкон. Тишина. Кайф. Вот прям в удовольствие спали, никто не мешал. Это идеально было. Очень удобная тема с центральной системной кондиционерной. Ты выставил температуру, она держится, вот четко какую поставил. Это тоже кайфово. Сегодня завтрак, хоть и в чат. Мы не могли уехать, чтобы Оксана не позавтракал. Смотрите, на ее губы счастливы. Вот это от души прям счастье. Ну, я кофе. Буду. Приятного тебе. И мы выходим, ребята. Уже кончается скоро завтрак. Все мормиты полные. Всего хорошо. Оксана довольная поела. Я взял еще две груши. И можно уезжать. Выезд здесь осуществляется так, что вы приходите, сдаете все там карточки, браслетики, которые вам давали. Гурничная проверяет номер, и вы можете отправляться домой. Ваш номер принят. Желаю вам хорошей дороги. Приезжайте к нам еще, оставляйте положительные отзывы. Ждем вас в гости. Спасибо большое. Смотрите, какая красавица. Ищет себе можно. Если что, приедете, можете ознакомиться. Мне кажется, немножечко не понимал. Систему All Inclusive. Ультра все включено. Вот эти вообще все отели. До сегодняшнего, или вчерашнего дня, сегодняшнего утра. Я прочувствовал все. Я понял, почему люди не хотят ходить на море. Я понял, что они ищут в таких местах. Вот мы даже вышли на улицу, здесь совсем другая уже атмосфера. В отеле одно. Вот как сейчас Оксана сказала, здесь немножко душновато. Ребят, пишите отзывы. Ждем вас в комментариях, как вам. Старался показать все максимально объективно. Как оно есть, как мы это увидели своими глазами. Может быть, какие-то там недочеты были. Особенно мне нравятся комментарии, когда пишут, вот два года назад там что-то было плохо. Ну, в любом случае, я уверен, что на всю вашу критику отели как-то реагируют и что-то меняются. Я вот все, что можно было. Мне никто не говорил, это не снимай там, это не показывай там, или еще что-нибудь. Вот все, что мы видели, мы все снимали, все показывали. Вот вам вид, как вы его видите, если как-то гость приедете. Ну, а здесь пространство для развития в дальнейшем новой Анапы. Сотен тысяч таких отелей-мест появятся. Главное, чтобы следили за экологией, и море оставалось чистое. И тогда будет прекрасно. По крайней мере, я на это очень сильно надеюсь. Пишите ваши отзывы. Ах, друзья, какое шикарное, прекрасное и классное море. Сегодня мы вам показываем. Хочется наслаждаться в полной мере всем тем, что происходит вокруг нас. Это невероятная красота. Хочется, чтобы счастья было у каждого, кто приезжает сюда купаться в таком прекрасном месте. Ауру, ребята, все номера телефонов указаны напрямую, чтобы вы могли приезжать, отдыхать и наслаждаться. Бронируйте заранее и получайте максимум удовольствия от того, что вокруг вас происходит от души. Привет вам из Благовещенской. Ну, а также подписывайтесь на телеграм-канал, группу ВКонтакте. И дай бог, чтобы все было прекрасно. Всем пока-пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА